Сегодня пользуемся таким уникальным форматом. Первый раз мы с вами собрались в таком формате. Наверное, лучше поговорить о наших полномочиях, об образовании, медицине. Но медиков мы не стали сюда собирать, потому что это слишком большое собрание будет. Мы с ними уже встречались, разговаривали буквально месяц назад. И хотелось бы акцентировать внимание на том, что мы сегодня уже сделали. Мы за какой период? За период два года, потому что я третий год всего лишь возглавляю администрацию Кингисепсского муниципального района. И свои деньги, когда мы начали реализовать инфраструктурные, социальные наши проекты в городе Кингисеппе. Теперь я с уверенностью могу сказать вам, брать обязательства как администрация, как глава администрации о том, что мы с вами заходим в стабильное поле, на крепкий фундамент финансовый, который сегодня сложился в Кингисепсском муниципальном районе, на растущую экономику в Кингисеппском муниципальном районе, потому что экономика на самом деле растет. И те цифры, которые сегодня есть, они уже показывают, что открываются новые терминалы, открываются новые рабочие места. Не только в порту, но и в Ивангороде, и в городе Кингисеппе. И большие планы на промышленный район. В 2014 году мы должны построить эти объекты. Это опять же все усиление, усиление наших общих возможностей в образовательном процессе. Это все аукнется, коснется нашей престижности, нашего города. Наши ключи не по одному вручали, а десятками вручали ключей, как минимум каждый год десятками. Вот это нужно привлекать молодых специалистов. И, соответственно, строя эти планы, мы должны переманивать других регионов, хороших, профессиональных, подготовленных регионов, и уже выносят ко мне какие-то готовые решения. Мы будем помогать жильем, мы обязательно будем это делать. Как в образовательном процессе, так и в планах этого года. Доделать очень многое по тем соглашениям, которые мы подписали с нашими специалистами. Здесь у меня на сегодняшний момент 31 учебное заведение, где мы будем делать те или иные ремонты. Суммы колеблятся от 10 миллионов до 500 тысяч. Павел Борисович, о том, что Ивангород это не только город, который находится в составе Кингисеппского муниципального района, но это форпоста Российской Федерации. Поэтому Ивангород ждет серьезную структурную программу в районе 400 миллионов рублей. Это дороги, это освещение, это фасады, это крыши, это кровли, это все, что касается инженерной инфраструктуры Ивангорода. Увеличивается содержание и ремонт автомобильных дорог. У нас на территории Кингисеппского района больше 400 километров региональных дорог. Дорог, которые эксплуатируют и делают ремонт Ленинградской области. Соответственно, в прошлом году впервые в районе было освоено по разным программам, федеральным, региональным, нашим местным программам освоили 260 миллионов рублей. Ивангород опять же косвенно отражается на всем нашем благополучии с вами. И престижность нашей территории, и транспортная доступность, и опять же это новые специалисты, и опять же это новые возможности территории. Опять же, больше будет работать ресурс земли, как таковой земли в ее виде. И сельскохозяйственные угодья, и земли под дачное строительство, под коммерческое жилье. На чем мы, муниципалитет, уже сможем зарабатывать, тоже, наверное, будет дружно. Дружественные обстановки. Хотелось бы поговорить, правда, будет спокойно и порассуждать на некоторые. Вы знаете, меня прежде всего волнует тот какой момент, тот какой вопрос. Ну, давайте вот рассмотрим такие простые моменты. Вы говорите о том, что надо все школы, садики, все наше образование привести в порядок. Мы только за всеми руками, ногами. Действительно, очень рады, что вы горите этой идеей. С другой стороны, иногда задаются вот такие вопросы. Например, давайте возьмем первую школу. Если в первой школе сделаны фасады, сделаны стеклопакеты, все это, на все это израсходно 6 с чем-то миллионов рублей, то задается вопрос, когда. А нельзя ли было, например, каждой школе раздать по миллионам и поставить стеклопакеты? Честное слово, когда ничего не делали, вот таких разговоров вообще не было. Вообще, согласитесь, да? Как только начали что-то делать, вот первый пример, руководитель школы, как рассуждали, были? Вы видели, как стены уже валились вообще просто? Дети не занимались, в половине классов даже занятия невозможно было проводить, да? То есть там была ситуация такая. Или мы это делаем, или эту школу здесь нужно делать, да? А рядом, то та же самая ситуация. Здесь тоже провалилась и надо делать, да? Как можно эту копейку, вы говорите, по миллиону каждой школе дать и все? Да нет, я никогда так делать не буду. Вот просто. Пока у меня еще три года контракт, да? Делать так. Будем делать точечно, четко, но не все. Первое шоу будем критиковать. Наших дедов смысла нет, надо браться и делать. Первая школа. В тот год, когда мы начали это все делать, да, в первой школе, мы могли ее сделать всю, как, извините, как иначе. Фасад не отделан еще. Вот в этом году мы кусочек еще добавляем, чтобы стеклопакеты там поставить. Потому что я реально понимаю, что не только в этой школе такие проблемы, и в ряде других школ. Вот всем абсолютно, 50 учреждений, 50 учреждений, не достается. Просто не достается. Абсолютно правильно вы сказали, что в этом году мы уже, я объехал сельские школы, детские сады. И где не объехал, четко понимаешь, что там тоже происходит. СУС Светланы Ивановны, Светланы Анатольевны, глава администрации сельских поселений. И в этом году мы уже раздвигаем свои возможности. Но опять же, ну что вы делаете? Давайте посоветуемся. Давайте не пойдем. Я с вами согласен, 100%. Это все деньги, которые мы привлекли от предприятий, от организаций, наших спонсоров, подписаны договора, сделаны отчеты, как Сибург реализовал большой проект. Это, наверное, самый большой проект у нас сегодня. Так, помните, я письмо выписал? Да, конечно. Мы как раз-таки заявили в программу, которая... Я почему говорю, я как раз честно признаюсь, что я заходил в школу, мы очень тесно работаем. Так сказать, взаимодействие у нас очень тесное. Вот я был в процессе ремонта, я говорю, я бы с удовольствием бы помочился, чтобы только в школе... В этих 248 миллионов учтено все. Но понимаете, это опять, мы пока клянчем. Нет, я понимаю, я просто... В любом случае, мы с вами пообщаемся, отдельно я приеду. Просто я поведу, если в планах. Мы все ваши чайные внесли в программу, и... Но у меня еще дополнено. Мне кажется, многие хотели бы быть в этом зале. Это проблема старых деревьев на наших территориях. Все принято. Проблема принята, акцептирована. Теперь есть о чем говорить, есть о чем спорить и обсуждать. Поэтому давайте пожелаем друг другу успехов. Я хотел бы буквально одну секунду вам сказать... Извините, можно секундочку? Одну секунду сказать о следующем воскресенье, в котором мы будем выбирать президента Российской Федерации. Наверное, никому, как вам, мне лишнее говорить не надо. Понятно, что то, что мы сегодня имеем, и то, что вы пережили, преподавательский состав школы, детские сады, все эти лихие 90-е, когда, в общем-то, была и заработная плата низкая, и она даже не вовремя выплачивалась, были ограниченные возможности абсолютно. Сегодня мы стоим совершенно на другой платформе как государства, как регион, как муниципальный район, в том числе мы стали более стабильными, прогнозируемая ситуация у нас, в общем-то, в нашем будущем развитии. Хотелось бы, чтобы это сохранилось. Сохранить это можно только тем же еще авансом доверия, тому принципу подхода нашей федеральной власти, которая и, можно сказать, с гордостью защищает рубежи нашего Отечества, что сегодня мы не какая-то промокашка на планете Земля, самостоятельное, амбициозное, серьезное государство. Мы возвращаем свой потенциал. Это тоже работа, в общем-то, нашего высшего руководства. И, конечно, внутреннее переустройство. Понятно, что есть еще очень много проблем. Понятно, что они еще не решены, социальные проблемы, инфраструктурные проблемы. Но видна, по крайней мере, динамика решения этих вопросов. Поэтому коней на переправе не меняют. Есть такая узкая проговорка. Я думаю, что и нам не стоит этого делать. Мы вовлечем себя опять в новые переделы, в новые какие-то непонятные вещи. Я даже боюсь этого себе представить. Это все нас потянет опять назад. Опять каждый за себя. Вот только мы объединились. Посмотрите, как прошла Масленица. 22 года, еще раз говорю, живу на этой территории. И все это моя вторая родина. Я не видел такой массовости. Даже при организации Дня города, региональных каких-то праздников. Вот как прошла Масленица, мне показалось, что это пошло единение. Единение территории, единение людей. Потому что люди уже более раскрепощены. Понимают, что они хотят. Как-то мы стали вместе, дружнее, на мой взгляд. Поэтому, если мы проявим эту солендарность, и вы очень авторитетные люди в своих коллективах, в большинстве, пожалуй, все авторитетные люди в своих коллективах остались какие-то считанные дни до выборов, постарайтесь использовать свой авторитет, если это возможно. Только никого не тащить, никого не заставлять. Просто пусть люди придут и проголосуют. А мне кажется, когда люди пойдут на избирательные участки, они сердцем, наверное, проголосуют, умом, сердцем, по-своему, каждый по-своему. Наверное, за то, что мы предполагаем, что должно быть вот так. И не скрывая, вы сами знаете прекрасно, многие годы потом идет оценка территории, как она работала, как на этой территории организованы люди, как они могут объединиться в достижении какой-то идеи, цели, которые ставит перед нами государство. Поэтому этого не надо стесняться. Мне кажется, нам надо объединиться, использовать все наши возможности и показать, что да, вот мы такая территория, мы так проголосовали. Вот наш объем, а вот наша структура голосования, которая нам сегодня нужна, чтобы жили дальше наши дети, чтобы мы могли жить уверенно в этом государстве. Поэтому, мне кажется, мы уже дошли к тому, что об этом можно смело говорить, это можно обсуждать. И тогда у нас будут и ледовые дворцы, и плавательные бассейны, и новые школы, и детские сады, и ремонты. Если что-то будет по-другому, я не уверен, что это так будет тогда. Поэтому всем хорошей рабочей недели. Спасибо, что мы собрались. Надеюсь, с соседями увидимся.